Тумсо, что скажешь про запрет чеченцам выступать в ютубных промоушенах? Я видел эту тему. Я скажу вам так. И в целом, то, что они так себя повели, вот эти кадыровцы, это настолько в их традициях. Ведь сам Кадыров у нас тоже кормил свою жену с ложечки, но при этом почему-то запрещал делать то же самое обычным рядовым чеченцам. Посетила очень гениальная идея, я придумал, как мне начинать эфиры, чтобы они были вообще такими мощными, зажигательными. Мне нужно нанять вот этого чувака, который объявляет бои в UFC, там в ACA, там что-то, что-то вытягивает такие слова. Вот этого типа нужно мне нанять, чтобы он в начале эфира, чтобы он начинал. И так, дамы и господа, начинается эфир! И чтобы все прям, все начинало гореть здесь, и потом я такой вхожу в кадр где-то через 5 минут и сразу начинаю с приветствия. Тумсо, что скажешь про запрет чеченцам выступать в ютубных промоушенах? Я видел эту тему, я скажу вам так, я сам абсолютно не рад был вот этим выступлением, но это зрелище очень жалкое на самом деле. Мат, перемат, там все, что происходит, вот этот трэш-шток. Мне лично неприятно было на все это смотреть, но мне еще больше неприятно и меня нервирует, когда какие-то типы считают себя полномочными кому-то запрещать в этих темах участвовать и так далее. Вот это меня больше напрягает. Я понимаю, если бы родители бы запретили этим людям, какие-то родственники их, это другое дело, такой чисто внутренний такой момент. Но когда садится кадыровский племянник, министр спорта, прошу прощения, и пацан вчерашний начинает объяснять людям, что это неправильно и вам не нужно там участвовать. И это тот самый кадыровский племянник, который для раскрутки своих инстаграм-аккаунтов использует Моргенштерна и прочих людей, перед деятельностью, омерзительной деятельностью которых эти ютубные промоушены, это просто пример для подражания. Возьмите этого, просто посмотрите, что поет там, что выкладывает этот Моргенштерн, допустим, или другие всякие блогеры, литвиненки, какие-то там и прочие юмористы, у которых они с удовольствием покупают гивы, как же это называется в инстаграме, и таким образом накручивают для себя подписотку. То есть, если вот это они считают для себя дозволенным, то какое право они имеют кому-то запрещать участвовать в этом промоушене. Но сегодня эти спортсмены находятся в таком положении, когда они вынуждены на это соглашаться, они попробуют они сейчас выступить, это очень плохо для них кончится, поэтому да, они конечно не будут выступать. И в целом, то, что они так себя повели, вот эти кадыровцы, это настолько в их традициях, ведь сам Кадыров у нас тоже кормил свою жену с ложечки, но при этом почему-то запрещал делать то же самое обычным рядовым чеченцам. Он сисюкался там со своей женой, но сисюкаться с женой нельзя было публично, мы говорим о публичных, я не говорю о приватных сисюках. Публичный сисюканье с женой для Кадырова это норм, это он показывает таким образом, что он, видите ли, не тикарь, он тоже умеет любить, быть ласковым семьянином. А когда то же самое сделает обычный чеченец, молодой парень на своей свадьбе, то это нарушение чеченских традиций. Я не приветствую это, я сам как бы против того, чтобы публично там сисюкались со своими женами чеченцы, другим нет претензий, я имею в виду, именно все-таки у нас это наши обычаи, наши традиции, и я считаю, что это нужно сохранять. Сисюканье с женами публичные, это ненормально. Но кто бы говорил, вот в чем проблема, когда Кадыров, который с удовольствием это делает, а на публику осуждает других за это. Это настолько по-кадыровски. Томсо, кадыровцы на самом деле один на один трусы, они только с армией герои. На нейтральной территории ни один кадыровец не будет наглеть. Слушай, трусы, не трусы, это, наверное, нельзя так охарактеризовать всех кадыровцев. Трусость или смелость это то, что дано разным людям. И среди кадыровцев найдутся смелые люди, и среди кого угодно найдутся смелые люди и находятся. Дело не в том, что вот этот культ силы, который нам пытаются навязать, если ты смелый, то ты прав. Если ты победил, ты сильнее, то ты прав. Нет, так это не работает. Каким бы смелым он ни был, представитель этой кадыровской темы, правым он от этого не будет. И смелость, она тоже, понимаете, разная. Кто-то там на ринге показывает какую-то смелость, но показать ее в реальных таких местах, где нужно ее показать, там выступить против системы, он там не может эту смелость показать. Поэтому она тоже разная. И таких людей назвать смелыми, ну, навряд ли так можно. Короче, это понятие очень растяжимое, очень такое обширное. В целом, я с тобой соглашусь и скажу, что если бы они были смелыми, они не были бы в рядах кадыровцев. Но при этом это не значит, что оказавшись на нейтральной территории, они там подожмут хвост. Все, большинство, конечно, так и сделает. Но кто-то из них этого не сделает. В этот момент у него хватит смелости, допустим, этого не сделать и выступить. Но от этого он не станет достойным, и это не сделает его право. Вот в чем суть. Среди мушликов, которые сражались против мусульман во времена посланника Аллаха, были смелые мушлики. Но это не сделало их достойными, правыми, праведными, справедливыми. Это их не сделало. Так что смелость это относительное понятие. Как думаешь, возможно создание государства Туран? Твои прогнозы, по крайней мере, Турция показывает свои намерения и работает для этого. А я не знаю, Раван Саваланли. Я вообще не мастер делать прогнозы. Поэтому я такой тип, который уже по факту, когда что-то случается, я такое анализирую и по этой теме высказываю свое мнение. А вот делать какие-то прогнозы, это вообще не мое. И вообще это дело неблагородное, я вам скажу. Неблагодарное. Наверное так. Потому что ошибешься, и потом тебя этой ошибкой до конца жизни будут упрекать. Ты вот сказал, что будет вот так, а так не произошло. Поэтому не знаю. Если такое государство появится на политической карте мира, тогда мы будем об этом говорить. Пока что-то пока слабо в это верится. Хорошо, тогда спросим поконкретнее. Скажи, что ты думаешь насчет Турана? Объединение тюркских народов? И как думаешь, на основе чего будет объединение? Ислам или опять политика? Ты для начала спросил бы меня, думаю ли я вообще, что будет такое объединение? Я не думаю, что оно будет. Поэтому дальнейшие твои вопросы не имеют смысла. Я не думаю, что сегодня будет объединение каких-то тюркских народов этих стран в единый некий союз. Но нет, это нереально на сегодняшний день. В том, что Турция не выдает России мусульман. Я думаю, что в Турции нет такого разграничения. Мусульман не выдаем, там других выдаем. Турция, кого считает нужным, того выдаст. Кого не считает, нужным, того не выдаст. Мусульман не выдаст.